Дорогие друзья, у нас опять Сергей Владимирович Алексашенко, эксперт, которого вы очень высоко цените. Сегодня мы обсудим две проблемы. Первая связанная с банковским кризисом, возможным банковским кризисом США. И вторая проблема – готовность Украины к реформации экономики, к восстановлению экономики. В общем, уже пора об этом начинать думать. Значит, начнем с кризиса. Я хочу поблагодарить Сергея Владимировича. Прекрасный анализ сделал причин банковского кризиса, который почти начался, но был остановлен. Это вот Silicon Valley Bank и потом Signature Bank. И регулятор принял необходимые меры. И Сергей Владимирович сказал, что главная причина, вот в случае Silicon Valley, во всяком случае, вы сказали, что это ошибки менеджмента. Хотя упомянули о том, что эти ошибки произошли в условиях роста ставки ФРС, роста инфляции, таких внешних обстоятельств. И вопрос такой, мне кажется, что я специалист, знаете, по большим системам, писал диссертацию по управлению, оптимальному управлению большими системами. И в Мехмате учился по этой специализации. Мне кажется, что в существующей проблеме серьезный фактор – это вот именно внешние обстоятельства. Это такая буря, турбулентность, может быть, в какой-то степени, в условиях которой, ну, команды какие-то могут совершать ошибки или неточные действия. Но главная причина – это турбулентность. А турбулентностью являются, как мне кажется, вот те решения, которые принимает демократическая партия, связанные с регулированием бизнеса, вмешательством в деятельность целых отраслей, ну, социальных, решения социальных задач. Фактически, речь же ведь идет о каких-то социалистических или социал-демократических таких направлениях деятельности демократической партии. Не кажется ли вам, что это главная причина? И она, к сожалению, не удаляется просто быстрым и правильным решением регуляторов. Позвольте с вами не согласиться, уважаемый Константин Натанович. Спасибо вам за это, потому что это особенно ценится, когда кто-то не соглашается. Значит, ну, первое, что турбулентность или нетурбулентность. Скажите, если вы из Солнечной Калифорнии едете в холодную Аляску, вы одежду свою меняете? Ну, то есть, чемодан пакуете в другую одежду или вот как в шортиках и в шлепанцах ходите в футболочке, так и едете на Аляску? Ну, наверное, меняете. Более того, я собираюсь ехать на Биг Берр, тут рядом, на горных лыжах кататься. Это два часа езды, тоже одежда меняется. Отлично. Ну, то есть, есть вещи, которые предсказуемы. Да. И их нельзя назвать турбулентностью. Безусловно. Вот, соответственно, Silicon Valley Bank, он пострадал от того, что не подумал, что он летит на Аляску. И как ходил в шортах и в футболочке, так и сел в самолет. Да, еще выпил, как следует, шампанского перед посадкой. На Аляске там классно. Ну, там на Аляске действительно классно. Там есть что посмотреть, есть где погулять, только погода там другая. И, соответственно, когда Silicon Valley Bank неожиданно получил для себя 100 миллиардов долларов депозитов в 2020-2021 годах, то это случилось ровно в тот момент, когда уже все начали говорить, что инфляция разгоняется, и что Федеральная резервная система обязательно будет повышать процентные ставки. То есть погода будет другой. То есть это не было неожиданностью. Об этом не говорил только ленивый. Можно было обсуждать, с какой скоростью ставки будут повышаться. Можно было обсуждать, до какого уровня ставки будут повышаться. И до сих пор эта дискуссия продолжается. Но то, что для подавления инфляции ставки будут расти, повышать, это было, что называется, из Калифорнии на Аляску. А Silicon Valley Bank сделал вид, что этого нет. И на эти 100 миллиардов долларов купил долгосрочных бумаг, ипотечных и казначейских, которые при повышении ставки просто дешевеют. Вы их держите, но они стоили, когда в момент покупки 100 центов, ставку повысили на 25 базисных пунктов, они стоят 99 центов. Еще раз повысили, они стоят 98 центов. А Федеральная резервная система ставку повышала на эти 25 базисных пунктов уже 17 раз. И, соответственно, из этих 100 миллиардов долларов у вас уже осталось только 83. И, в принципе, можно было обсуждать. 10 раз повысит ставку, 20 раз повысит ставку. Можно было случайно ткнуть, сказать, что 17. Но вопрос был в том, что эти потери, они были заложены изначально в инвестиционном решении банка. Менеджмента банка. И здесь никто не виноват. С точки зрения... То есть Федеральная резервная система решала свою задачу. Потому что это действительно борьба с инфляцией. А если кто-то и виноват, то, наверное, надзорные власти штата Калифорния, точнее говоря, Федерального резервного банка Сан-Франциско, который должен был наблюдать, и который должен был, что называется, красную лампочку зажечь. Так нельзя. Ну, то есть вот... Ну, точно совершенно люди, которые сидят в надзорном блоке, они это должны знать. Вот. Ну, а то, что они тоже не знают. Хотя все было предсказуемо. Да, поэтому, на мой взгляд, никакой турбулентности не было. Была абсолютно четкая, понятная предсказуемость. Ну, что называется, было ясно, что будет происходить. И это была ошибка, с одной стороны, менеджмент, а с другой стороны, ошибка банковского надзора. И вот искать какие-то другие, более сложные объяснения здесь точно совершенно неправильно. Вот. Что касается позиции демократической партии. Опять давайте разделим на две части вопрос. Первая по вопросу о банковском регулировании. И мы помним, что после кризиса 2008 года был принят так называемый Дод Фрэнк Экт, закон Дода Фрэнка, о том, чтобы ужесточить банковское регулирование, банковский надзор, ограничить серьезную банковскую деятельность. Это все происходило при президенте Обаме. В тот момент, когда демократическая партия имела устойчивое большинство в обеих палатах Конгресса. И в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп, при поддержке двух партий, существенная часть этого ужесточения, введенного после кризиса 2008 года, была отменена. То есть формально президентом был республиканец, формально законопроект насилили республиканцы, но поддержали демократы. Потому что без поддержки демократов этот закон бы не прошел. Поэтому как раз и сейчас, накануне, когда уже выборы 2024 года на горизонте, уже у всех, уже все смотрят на 1-й вторник, после 1-го понедельника, то, соответственно, тут же Элизабет Ворон сказал, и во всем виноват президент Трамп, потому что он отменил вот эти ужесточения закона, хотя на самом деле не он, и вообще президент не имеет возможности отменять закон. Соответственно, если винить кого-то в изменениях законодательства, то это, скорее всего, ослабление регуляторных ограничений было сделано при республиканцах. Демократы здесь ни при чем, но они поддержали закон. Но я считаю, что вот ослабление регулирования в 2018 году никак не повлияло на причины кризиса. Ну, то есть, это вот, что называется, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Можно все объяснить, да, что все связано между собой, но по большому счету, вот если бы эти поправки не были приняты, если бы регулирование осталось таким же жестким, то, в общем, ничего бы не изменилось. Это не предотвратило бы ошибок банка. Вот. Что касается более общего подхода к политике демократической партии, то да, я готов с вами согласиться, что вот и при президенте Обаме, и при президенте Байдене вот это вот движение в сторону социал-демократических, как вы их называете, ценностей, да, или хотелок, оно усилилось. Но американский избиратель отличается тем, что его намеки не проведешь. И он не такой уж и дурной. И, например, там, даже еще при президенте Обаме на выборах испаноязычные американцы голосовали за демократов. Вот. И поддерживали президента Обаму. Но уже на выборах 2016 и 2020 года испаноязычные американцы стали больше голосовать за республиканцев и в том числе задумывали на Трамп. Потому что оказалось, что испаноязычные американцы, особенно вновь приехавшие, они не хотят государства всеобщего благоденствия. Они не хотят повышения налогов, чтобы за их счет кому-то делали жизнь хорошо. Они считают, что Америка страна возможностей. И что твое благополучие должно зависеть только от себя. И люди оказались такие вот очень, как сказать, надеются только на себя, они надеются на государство. Вот. Поэтому, да, конечно, демократы, они пытаются сдвигать повестку дня, что называется, туда влево. И Байден, президент Байден должен с этим соглашаться, потому что, по большому счету, демократическая партия такая коалиция многих кусков. И если вот это прогрессивное крыло, которое наиболее, как сказать, активное с точки зрения продвижения социал-демократических идей, отколется от Байдена, не будет его поддерживать, то Байден потеряет просто большинство. Да, у него не будет поддержки даже в минимальной, он потеряет большинство в меньшинстве. То есть, у него не будет прочной позиции в палате представителей, которая там на грани, чуть-чуть меньшинство, но чуть меньше половины. И я думаю, что и в Сенате у него возникнут проблемы. Вот. Поэтому, да, этот процесс наблюдается, он процесс идет, но я думаю, что он пока не является настолько вот, ну, как сказать, настолько сильным, да, и что об этом, нужно, как сказать, он виден, да, то есть, опять, я не хочу сделать вид, что его нет, он есть, вот, но, на мой взгляд, он пока не набирает критическую силу, и результаты выборов, они показали, что вот левые прогрессивные демократы, они не пользуются большой поддержкой избирателя. Спасибо, Сергей Владимирович, но я имел в виду чуть-чуть другое, я говорил о внешних обстоятельствах, это рост инфляции, это принимаемое решение Конгрессом и Сенатом о, там, скажем, инфраструктурном проекте полтора триллиона долларов, которые разгоняют инфляцию, и следствием которых является, ну, и многие другие решения, связанные, например, с ущербом очень серьезным для нефтяников, и вообще другой психологической, так сказать, атмосфере, в которой президент Байден довольно часто произносит слова о ценности ценности равенства граждан, не равенства возможностей, а такой, ну, очевидный, что ли, отказ от американской системы ценностей. Он говорит о равенстве, я уж не говорю о том, что несколько человек за его спиной говорят о социализме, и даже есть отдельные экземпляры, которые говорят о коммунизме в Соединенных Штатах. То есть более общая закономерность, которая связана с регулированием бизнеса, регулированием и состоянием бизнеса, это вот то самое состояние турбулинности, турбулинность, главным фактором которого является присутствие вот этих социалистических и социал-демократических концепций, главная практика. Понимаете, триллионы долларов, я думаю, что американцы многие ногами крестятся, что обещания предвыборные Байдена и демократов о выплатах каждой черной семье по 3 тысячи долларов, ну, их было много всяких обещаний. Но они, слава богу, не были выполнены, но они были сделаны. И это никак нельзя не считать турбулентностью. Константин Анатольевич, турбулентность вещь такая, что тебя обмотает в разные стороны. И ты не можешь все предсказать. Последним американским президентом, при котором бюджет, федеральный бюджет был в плюсе и при котором государственный долг снижался, был демократ Билл Клинтон. И при президенте Буша, и при президенте Обаме, и при президенте Трампе, и при президенте Байдене, дефицит бюджета США присутствовал, и госдолг наращивался. И причины роста дефицита бюджета и госдолга были разные. Президент Буш зачем-то ввязался в войну в Ираке, которая принесла Америке сотни миллиардов долларов ненужных расходов. И, естественно, все это было профинансировано за счет госдолга, а в принципе могли бы этого и не делать. Расходы на войну в Афганистане тоже превысили все разумные пределы. Соответственно, и при президенте Буша, и при президенте Обаме. Можно обсуждать, насколько рациональный был пакет президента Обамы по спасению банков и автомобильной промышленности после кризиса, в кризис 2008 года. Но давайте отдадим должное, что эти меры сработали, и банковская система сохранилась, и автомобильная промышленность в Америке сохранилась. Можно обсуждать президента Трампа, который с одной стороны резко снизил налоги, что соответствует идеологии республиканской партии. Я лично поддерживаю, я считаю, что нынешние ставки налогов в Америке, они достаточно высоки. Но с другой стороны, именно при нем появились вот эти вот чеки населению в ковидные времена, когда каждая семья с доходом меньше, чем, получила, я может не помню, 1400 долларов в два раза. Это президент Трамп ни с того, ни с сего взял и объявил о повышении таможенных пошлин на китайские товары, что на самом деле привело к тому, что они стали дороже, потому что американский потребитель не мог так, американский бизнес не смог перестроиться, не смог найти других поставщиков, и пришлось закупать те же самые китайские товары, но уже с учетом пошлин платить за них дороже. И это тоже турбулентность. И турбулентность то, что в Америке, в Конгрессе, в Палате Представителей, в Сенате исчезло, ну или так вот, все меньше, меньше, меньше точек соприкосновения двух партий, и то, что называется бипартийное согласие, оно становится все более и более тонким, и президентам, которые стоят во главе администрации, становится практически невозможно проводить какие-то законы осмысленные, потому что они либо в одну сторону качаются, либо в другую сторону качаются, и не находят поддержку другой партии, и президенты переходят на управление указами. Это началось очень активно при президенте Обаме. Президент Трамп начал выпускать свои указы, отменять указы президента Обамы, вводить свои. Пришупрол президент Байден, стал отменять указы Трампа, вводить свои. И это тоже турбулентность. И говорить, что в этом виноваты только демократы, я бы не стал. Это проще всего. Тем более, я с вами согласен, и я об этом часто говорил, что на администрации президента Байдена лежит определенная доля ответственности за разгон инфляции, той, которую мы видим. Потому что третий пакет, третий чек, третий чек были совершенно не нужны. Уже было понятно, что экономика выходит на траекторию роста, что угроза ковида уходит. С точки зрения экономического благополучия, то есть уже тренды стали, экономика стала восстанавливаться, деньги были не нужны. Но, тем не менее, это было предвыборное обещание, и опять, как сказать, Егор Гайдар в свое время сказал, что нет более, как сказать, нет высшей степени политического цинизма для политика, чем исполнять свои предвыборные обещания. Ну вот президент Байден оказался достаточно циничным, да, и последовал принципу Владимира Семеновича Высоцкого, если я что-то, если я что-то решил, то выпью обязательно. Вот пообещал, и вот там, где не требуется, что называется, бипартийного согласия, ну вот взяли, и зачем-то еще чеки выплатили. Вообще говоря, могли не выплатить. Но в моем понимании значительная доля вот инфляционного давления и в американской экономике, и в европейской экономике, и в той же самой России, она была связана со структурными изменениями, которые происходили во времена ковида и после ковида. Когда у вас резко сокращалось количество товаров, потому что рвались логистические цепочки или там автомобильные компании вовремя не размещали заказы на чипы, а все чипы скупались с компьютерными компаниями, потому что резко вырос спрос на компьютеры, на смартфоны, на планшеты, и в результате выяснилось, что новые автомобили произвести нельзя, потому что там в одной электронике на 10 тысяч долларов. А раз нет новых автомобилей, значит, тут же резко выросли цены на старые автомобили. И винить в этом администрацию Трампа или Байдена бесполезно, потому что вообще от них не зависит. Они ничего не могли сделать. Да, вот ни хорошего, ни плохого. Можно ставить его в упрек в Федеральной резервной системе, что вы вовремя не рассмотрели угрозу инфляции и слишком долго всех успокаивали, что инфляция носит переходный характер, transitional, что она вот здесь сама по себе исчезнет. Она не исчезла, она только стала ускоряться. И с запозданием начали повышать процентную ставку, и повышение стало очень резким. Но вообще, надо напомнить, что Федеральная резервная система правления ФРС это не партийный орган. Туда назначаются люди на 14 лет, то есть, соответственно, там президенты назначают вот туда кто-то демократ, сторонников демократов, кто-то республиканцев. Они должны пройти более консервативных или более либеральных взглядов они должны пройти через утверждение сенатом. Вот. И говорить, что вот уж совсем, да, там, что называется, ЦК демократической партии приказал и Жером Пауэлл взял под козырек и выполнен, нет такого. Это ответственность ФРС и она тоже существует. Да, поэтому Америка это страна такая, где политическая система, она достаточно своеобразная, она, на мой взгляд, сталкивается с очень серьезными проблемами, с очень серьезными вызовами. И они связаны с тем, с изменением экономики, с изменением общественной жизни, вот, с изменением вообще, не знаю, состава общества, да, с того, что происходит в мире. Переход от противостояния времен Холодной войны с Америка к формированию треугольника Америка, Россия и Китай, где, в общем, отношения стали совершенно такие вот, с Россией военные противостояния, с Китаем экономическое противостояние. Россия с Китаем вроде бы дружат, но дружат против, они дружат за. Ну вот, и все, все, все меняется в этой жизни. Поэтому жизнь турбулентная и вот говорить, что во всем виновата там позиция демократической партии, да, конечно, она тоже турбулентная. Но если, собственно, не секрет, что если мы исторически посмотрим назад, там на 30 лет, на 50 лет назад, то республиканцы всегда были, что называется, такой партией, которая строилась на неких идеологических принципах. В то время, как демократы, уже, наверное, со времен Клинтона, это все-таки сбор, такая же достаточно разномастная коалиция, где собраны группы по интересам, да, которые объединяются и пытаются в сложных переговорах найти некую совместную платформу. Вот, поэтому, да, турбулентность есть, но я бы не стал говорить, что к этому причастны только демократы и что именно их политика вызвала, ну, вот этот мини-банковский кризис. Хорошо. Сергей Владимирович, не могу с вами согласиться, что инфляция это спонтанный процесс, никак независимый от принимаемых решений и нерукотворный процесс, потому что примеров разгона инфляции именно в идеологических или с идеологических установок очень много. И там трубопроводы закрыты, и бюджетные решения, которые сегодня обсуждаются на прямых переговорах между президентом Байденом и большинством республиканцев, попытка по существу ограничить как-то расходы бюджета, но они очевидны. Мне кажется, все-таки здесь основная причина, но бог с ним, мы с вами тем не менее люди близких взглядов, поэтому я спорить не хочу, не буду больше. Давайте вернемся или повернемся к Украине. Насколько Украина в состоянии в послевоенный период выйти в свое, так сказать, экономическое развитие, ну, какой-то обновленной страной, обновленным государством, не олигархическим государством, с которым пытался бороться Михаил Саакашвили и предлагал бороться еще Порошенко, насколько Украина готова к принятию, скажем, вот чего-то похожего на план маршала, насколько важны факторы, которые почему-то Рада до сих пор не начала рассматривать это расширение, регулирование вот рынков частной собственности и может быть более важного вопроса связанного с ну, с частной собственностью, да, там все вопросы вокруг частной собственности, потому что неполноценная конкуренция, это же ведь была основная причина в России, насколько я помню, если вы знаете, я довольно много выступал за открытость рынка, и тогда Александр Рудской был главным оппонентом и Гайдар и меня, и считал, что мы не должны уступать свой рынок Западу, иначе мы превратимся в колонию, энергетическую колонию Запада, и именно с этим были связаны, скажем, вот эти закрытые аукционы, вот, именно с этим было связано недопущение западного, западных инвесторов на рынке, самый яркий пример это Москва, Юрий Михайлович Лужков, который просто близко не подпускал никакие крупные компании к рынку недвижимости, к рынку собственности в Москве, тем не менее вопрос все-таки про Украину, это я чуть отвлекся, извините. Ну, прежде чем про Украину, давайте про инфляцию все окажем, я не сказал, что нет рукотворного вклада в инфляцию, я могу повторить, что политика и президента Трампа, и президента Байдена дали толчок инфляционным процессам, но значительная часть инфляции, она была связана с объективной причиной, с изменением структуры спроса предложения, которые на самом деле продолжаются до сих пор. Вот, но это, то есть, есть и то, и то, но в принципе, то, что инфляция это денежный феномен, да, и то, что инфляция, главное происхождение инфляции, это неадекватная денежная бюджетная политика, у нас здесь с вами нет разногласий. Про Украину. Помните, Марк Твен, сказал, что слухи о моей смерти несколько преувеличены. Да. Мне кажется, что разговоры о том, что Украина стоит на грани начало восстановления, они несколько преждевременны, потому что мы не знаем ни когда война кончится, ни чем она закончится, ни какие потери, какой ущерб будет нанесен к тому времени экономики Украины. Он, потому что растет каждый день, к сожалению, да, и плата, которую платит Украина, и материальными ценностями, и человеческими жизнями, она продолжает расти. Поэтому для того, чтобы прогнозировать будущее, нужно иметь хотя бы понятную точку отсчета, от чего отталкиваться, а вот этой точки отсчета у нас пока нет. То есть, мы не понимаем. Вот одно дело с сегодняшнего момента взять и начать считать, что все, мы можем расти. Не можем. Треть территории Украины, она либо оккупирована, либо очень близка к зоне боевых действий, где нормальная экономическая жизнь невозможна. Да, есть правобережная Украина, есть небольшая часть левобережной Украины, где жизнь продолжается, слава богу, где экономика растет, уже функционирует, даже растет. Но сказать, что в этой ситуации можно уже строить плановое восстановление, ну, думать об этом надо, но... Вы знаете, в 42-м году союзники начали планировать такие, в 1942-м году такие вещи, как трибунал. Еще, в общем, очень... Трибунал, есть восстановление экономики, Константин Анатольевич. Давайте... Да, я просто говорю о том, что заранее это все решалось. Я же не против. Я же сказал, что думать об этом надо. Думать об этом надо, но принимать какие-то планы, решения, точно совершенно невозможно. Но план это... Мы сейчас подойдем, я сейчас доберусь до этой темы. Я не хочу с нее соскочить, потому что она важная, она очень ценная, она очень нужная. И нужно хорошо понимать, что Украина послевоенная, вот тогда, когда война закончится, это будет совсем не то же самое, что послевоенная Западная Европа. Потому что план Маршала в конечном итоге был направлен на то, чтобы перезапустить ту экономику Западной Европы, которая была до войны. Вот потому что до войны, до Второй мировой войны, экономика Западной Европы была достаточно устойчивой, она была, ну, не первым, конечно, но точно вторым двигателем мировой экономики. И задача состояла в том, чтобы восстановить те экономические связи, восстановить те предприятия, которые были. И восстановить ту экономическую жизнь, которая была до войны. И в этом отношении, и, кстати, одной, когда этот план Маршала реализовывался, и начал только, еще затошевноваться, обсчитываться, то выяснилось, что без Германии это не работает. И изначально же план Маршала вообще план помощи состоял в том, что Германии денег давать нельзя. И что в Германии нужно провести деиндустриализацию, превратить ее в аграрную страну, вывести оттуда все тяжелую промышленность, Ружскую область отдать по международному управлению, чтобы там немцы не могли восстановить свою военную промышленность. Выяснилось, что вот без германской экономики, без немецкой угля и стали, экономика Западной Европы жить не может, восстановиться не может. Жить может, восстановиться не может. И поэтому Германию включили в этот контур и заставили французов, итальянцев, англичан самостоятельно договариваться с Германией, как все это будет происходить. В Украине ситуация другая, потому что до войны украинская экономика, ну, она была все-таки, скажем так, изолированная. То есть у нее были, росли экономические связи с Евросоюзом. Евросоюз становился все более и более значимым торговым партнером, но в принципе экономика не была интегрирована в экономику Западной Европы, Европейского Союза, извините, всей Европы. И экономика не была интегрирована в российскую, да, то есть не была таким сателлитом уже у российской экономики. Это была самостоятельная экономическая система, которая открытая, торговала, у нее объем внешней торговли огромный, сырьевая экономика, металлы, зерно, подсолнечное масло, да, то есть никаких особо сложных товаров там не производилось. И вот если восстанавливать концепцию плана Маршалла, то вот если взять и какой-то волшебной палочкой махнуть и восстановить ту экономику, которая в Украине была до войны, то когда она такой останется? Она такой останется, да, изолированный. Инвалированный, да. И, соответственно, вот если мы сейчас будем говорить, обсуждать, не знаю, любую конференцию о том, как восстанавливать экономику Украины, то неизбежно речь пойдет об этом, что нужно построить те же самые дома, те же самые дороги, те же самые электростанции, вот, но в результате экономика это же не только заводы и фабрики, да, экономика, это отношение людей, это отношение украинских экономических субъектов с европейскими компаниями, это свобода ведения бизнеса для европейских компаний в Украине, это изменение политики украинских властей, ну, вот, там, сейчас мы про олигархическую чуть позже, да, я сейчас скажу обязательно про нее составляющую, она очень важна, но, тем не менее, у Украины были те же самые проблемы, что и у России, высокий уровень коррупции, только не политическая, а такой низовой, абсолютно продажная судебная система, то есть, если в России телефонная судебная, право, то в Украине это было за деньги, да, и можно было купить любое судебное решение, и не смогли, там, ни президент Порошенко, ни президент Зеленский, не смогли, не захотели довести до конца судебную реформу и прочистить судебную систему. И эти задачи нужно решать, ну, потому что, когда, не знаю, компания Фишер хотела построить в Виннице, по-моему, Фишер, не могу ошибаться, в общем, одна из компаний, европейских игроков по производству горнолыжного оборудования хотела построить в Виннице свой завод, чтобы все мощности из Европы перетащить в Украину, подписала с мэрией города соглашение о выделении земельного участка, купили, оплатили, но сказали, ребят, в эту цену входит все, вы нам все подведите, электричество, тепло, чтобы мы могли строить завод, вот в это то, что мы вам заплатили, туда входит все. После чего украинское правительство меняет правила регулирования и говорит, а за подключение к энергосетям нужно еще доплатить. После чего скажет, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. И это не вопрос олигархов, это вопрос понимания того, что экономику, это быстрый рост экономики, это ориентация на экспорт. Я думаю, что это было... Перебивайте. Подождите, я сейчас хочу очень такие вещи сказать. Вот если верить Национальному банку Украины, там очень хорошие классы сидят специалисты, которые макроэкономики, то сейчас экономика Украины упала на 40%, по сравнению с довоенным уровнем. Предположим, предположим, что дальше она не упадет. И вот 60% от довоенного уровня, это точка отсчета. И мы с вами... Нас вызывает президент Украины, неважно, как его зовут, и говорит, слушайте, посоветуйте мне, что делать? Как мне жить? И мы говорим, окей, мы с вами, мы ставим задачу за 10 лет выйти на 120% довоенного уровня. Говорит, не, ну слушайте, ребята, это мало. Ну, 120-ой удвоение экономики от нынешнего уровня. Вот чтобы выйти за 10 лет удвоить экономику с 60% довоенного уровня до 120, экономика должна расти со скоростью 7% в год. А это очень высоко. Это очень высоко. А если вы хотите утроить экономику и там через 10 лет на состояние сегодня вырасти не в два раза, там не за 120% от довоенного уровня, а 180, то вы же должны расти со скоростью больше 10% в год. Украинский рынок не может обеспечить таких темпов роста внутренний спрос. Обязательно нужно выходить на экспорт. А, соответственно, нужно привлекать и на прямые иностранные инвестиции. Соответственно, нужно создавать новые производства, высококвалифицированные, с высокой добавленной стоимостью. Нужно менять структуру экономики. И это огромная, сложнейшая задача. И ее вот одной хорошей, одного, как сказать, одной мечты, одного желания мало нужно делать. А вот, к сожалению, здесь насчет, чтобы делать вот до войны, ни президент Порошенко, ни президент Зеленский очень много не сделали в этой части. Вот, мне кажется, что самое, наверное, простое, что произошло, да, и в отношении чего можно быть, я не знаю, хорошо, плохо, спокойным. Мне кажется, что война разрушила систему олигархического капитализма в Украине. Потому что сила и влияние олигархов в украинском политическом пространстве опиралась, в первую очередь, на деньги, во-вторых, во-вторую очередь, на доступ к телевизору. В Украине государственные телеканалы, они занимали место где-то там во второй половине второго десятка после пятнадцатого места. А первые, основные каналы были частными. И они принадлежали олигархам. А как мы хорошо видим, и в России, и в Украине телевизор, это и есть основной инструмент общения с избирателем и формирования общественного политического мнения, особенно перед выборами. И в Украине была такая конкурентная политическая система, но основными конкурентами были олигархи и поддерживаемые ими политические партии. Без поддержки олигарха, без доступа к телеканалу нельзя было добиться успеха на выборах. Незадолго до войны в Украине был принят закон об олигархах, который, в общем, под него на самом деле пока попал только Ренат Ахметов, который сказал, да заберите вы это телевидение. Да не нужно оно мне. Но он, правда, сделал это во время войны. Но во время войны на самом деле в Украине получилось так, что там практически запрещено развлекательное телевидение. Ну, соответственно, исчез абсолютно рекламный рынок. И все телевидение перешло под контроль государства. Там есть два национальных телеканала, которые транслируют одно и то же. Тоже понять можно, страна воюет. У меня нет претензий с точки зрения содержательных программ украинского телевидения. Но суть состоит в том, что у олигархов больше нет контроля над телевизионными каналами. Основная их часть перешла в руки государства. И здесь я не знаю, это хорошо или плохо с точки зрения политической конкуренции. Опыт России показывает, что когда в руках государства находятся все телеканалы, то это плохо. Это возможность манипулирования голосами избирателей. Это возможность искажения результатов выборов. Это возможность подавления политической конкуренции и политических свобод. Вот поэтому, знаете, как вот с одной стороны хорошая новость состоит в том, что олигархическая система в Украине разрушена. Не говоря уже о том, что олигархи тоже понесли экономические потери. То же самое Ахметов уже потерял. Петологические заводы в Донбассе. Не факт, что сможет их восстановить когда-то, даже если Украина вернет контроль над Мариуполем. А с другой стороны, контроль за телевизором получило государство. И как говорил Владимир Ильич Ленин в письме к съезду, я не уверен, что товарищ Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть и тали по тексту. Да, только замените Сталина на государство и власть на телевизор и дальше продлите про Украину. У меня нет хорошего. У меня нет четкого уверенности, жесткой уверенности в том, что в Украине есть политические силы, которые точно совершенно захотят неким образом отказаться от удержания контроля за телевизором в руках государства. Доклад закончил. Готов выслушать ваше несогласие. Нет, нет, мы уже перешли на другую тему. Понимаете, я очень внимательно следил за ситуацией в Украине, за пропагандистской кампанией Порошенко. Это была пропагандистская кампания одновременно и частных телеканалов, и государственных. Так получилось, что Петр Алексеевич сумел некоторым образом консолидировать олигархов, там не будем говорить какими способами, и цель этой пропагандистской кампании, она заявлялась во время выборов, как недопущение Путина к управлению Украиной, потому что Путиным были все, и Зеленский, и Юля, все. Вот, а по существу эта кампания проводилась в том числе и пропагандистскими ресурсами Кремля. Там очень сложная была ситуация. В свое время, это 93-й, что ли, год, я Борису Николаевичу Ельцину на одной из встреч с демократической, вообще его встречи с демократическими партиями сказал, что необходимо проводить пропагандистскую кампанию новой системы ценностей. И он на меня просто кричать начал, что никакой пропаганды больше не будет. А я был помощником Яковлева на телевидении, я видел, как чекисты ввели антидемократическую пропагандистскую кампанию, ну, продолжали. То есть здесь действительно очень сложная ситуация. Все зависит от цели. Если цели необходимые для развития государства, то, наверное, идея многих граждан в России, которая привела к власти Путина, идея российского Пиночета или российского Деголя, там она по-разному формулировалась, она не так уж и плоха, как мне кажется. Ну, на мой взгляд, идея Пиночета плоха, потому что Пиночет это подавление политических свобод, это убийство людей, это кровь. Да, и ничего хорошего в этом нет. Можно, знаете, вот Пиночета рассматривать как пример такого, как бы сказать, просвещенного диктатора, который в конце концов, ну, проблемы Чили начались же не с Пиночета, проблемы Чили начались с правительства социалистов Сальвадора Альенды, которые разогнал инфляцию, начались забастовки, в стране начались контроль за ценами, ну, собственно, начался экономический хаос, и по большому счету армия-то хотела вот хаос прекратить, да, но слишком много жизнями человеческими было заплачено, поэтому я не считаю, что Россия в 99-м году находилась в состоянии Чили образца там, 72-го года, вот если она в таком состоянии находилась, то это как раз там был какой-нибудь там 90-91 год, когда в России был полный хаос, в Советском Союзе был хаос, но тогда в российском обществе не хотелось железной руки, а поэтому вот это стремление получить железную руку российского Пиночета, оно было для меня всегда странным, потому что ничего хорошего, Пиночеты, как бы их фамилии не было, Сталин, Берий, Ленин, Хрущев, Брежнев, Путин, ничего хорошего для России не сделали, да, вот поэтому Пиночет по фамилии Маннергейм, который остановил революцию Финляндии, и за которую Финляндия заплатила, ну, значительной частью своего населения, просто там были уничтожены, там, 30 с чем-то тысяч человек, вот этих революционеров, и это было очень жестокое подавление, но это остановило революцию Финляндии. Но это не сделало Финляндию процветающей экономической державой. Процветающая экономическая держава Финляндия стала благодаря тому, что она отдала Советскому Союзу часть территории, подписала унизительное политическое соглашение послевоенное, вот, но за это получила доступ, стала таким транзитным окном между советской системой и западной системой, и вплоть до 91-го года Финляндия, финская экономика очень сильно поддерживалась за счет советских ресурсов. И это стало основой для быстрого экономического подъема, при том, что, все, что касается демократических свобод, республиканских принципов правления, все было сделано, но экономический подъем случился не из-за Маннергейма и не при Маннергейме. Поэтому давайте, что называется, различать, что он сделал, Маннергейм, я к нему хорошо отношусь, и Маннергейм времен царской империи, и Маннергейм как лидер Финляндии, и Маннергейм как защитник Финляндии в годы советской финской войны, но он не обеспечивал экономического роста Финляндии. Экономический рост Финляндии возник на сочетании правильных принципов построения государства, которые Маннергейм заложил, и повезло, что под боком оказался Советский Союз, и который в обмен на политическую капитуляцию Финляндии, но на политическую лояльность, да, скажем так, почти вошли в зону влияния Советского Союза, но точно, скажем, не вошли в зону влияния США. Вот за это финская экономика получила значительные экономические ресурсы, которые грамотно использовала. То есть, понятно, что и у Советского Союза, и у России, после развала СССР, объем экономических ресурсов был гораздо больше, но система была не такая, которая позволяла бы им нет, я говорил о том, что сама идея Путина, об этом многие говорили, понимаете, я с этим стремился,